Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте. А что подарите вы своей жене на 8 марта? Ну, вас кто-нибудь интересовать не должен. Цветы, конфеты, свидания или лучший подарок – книга. Давайте же узнаем у девушек-столисы, что же они хотят получить на 8 марта – международный женский день. Да на самом деле, любой подарок от души сделанный подойдет прекрасно. Цветы. И все? Да. Наверное, мне бы хотелось действительно цветов и провести время со своими родственниками. А чтобы дети приехали, хватит? Машину. Ну, внимание любимого мужа, конечно, и детей. Ну, соответственно, цветы, хорошее настроение, все как у всех. Ой, никакого. Просто провести время вместе где-нибудь здорово. Кольцо. Кольцо? Да. Хорошо, мы по секрету кому надо расскажем. А, ему. Хорошо, без проблем. Ссылочку нашу пришлите. А что самое запоминающееся, необычное вы получали в подарок? Ммм, поездку в Китай. Как путешествие. Как классно. Просто сама забота, это каждый раз, это очень приятно. Необычных не было, как у всех, украшения, цветы, все. Ну, вроде бы, таких, чтобы необычных совсем не было. Такое все. А что запомнилось больше? Цветы. Наверное, браслет. Тюльпаны. Возможно, хомяка. Шивола? Шивола. Вау. Реально вау. Да. А хотите, я покажу вам букет, который действительно вас удивит? Тогда приглашаю вас на один из столичных рынков. Пойдем за мной. А вот и они, наши съедобные красавцы, букеты из зефира, правильно? Да. Из зефира. Раскройте нам секрет, сколько стоит такое удовольствие? 20 рублей. Всего? Да. 7 цветочков там. И делаете вы их на заказ? Да, надо было заказывать еще на прошлой неделе, чтобы сейчас забрать. Сколько вот, если не секрет, заказали? Ну, около 100 букетов. А вы все сами делаете? Да. Только к 8 марта такие у вас? Нет, можно заказать на любой праздник. На день рождения часто заказывают. Ну, и, соответственно, большего размера. А себе такой букетик сделали? Нет, я уже не хочу зефира. Вот вы дарите, помогаете дарить мужчинам подарки и девушкам на 8 марта сейчас. А какой подарок вы сами хотите? Хочу поехать в отпуск. Наконец-то. А давайте еще так. Какой самый необычный подарок вам дарили? На Новый год ножку хамона. А какой самый запоминающийся подарок дарили вам? Ответ пишите в комментариях. С вами были Минск Новости. О самом необычном и интересном только для вас.